В общем, столько у нас Акулов, работы, которого вы сюда привезли, он присутствует в виде работ, но физически его нет. Оставались точно, да? Хорошо. То мы тут скажем просто пару слов, собственно, о творчестве Семёна Акулова, о каких-то плакатах. Ну и я бы начал, на самом деле, с Екатеринбургом, что пару слов хочется сказать о самом Екатеринбурге. В общем, мне что нравится в нашем городке, у нас есть такая автономная культурная жизнь, то есть это и литературная школа, это уральская поэтическая школа, и какие-то уличные художники. На самом деле у нас ярко представлены те же, допустим, Слава Путырка и Львова Абих, которые правда уехали сейчас в Питерском основе. В Питерском основе. В Питерском основе. В Питерском основе. Ну, патай. Без них есть те же злые, те же Тимор, где там Раенс и так далее. Есть, например, у нас КСЦИ, это тот редкий случай, когда хочется сказать, что государство что-то сделало как надо. В центре современного, что какие-то молодые художники могут уставляться и это здорово на самом деле. Ну, понятно, что жизнь, наверное, сложно сравнивать с Питерами и Москвой, но все равно понятно всем, что какая-то вот эта сегодняшняя ситуация, когда все, что не Питер и Москва, это окраина, она ущербна, если этим надо что-то делать, и развитие нужно регионов не только в том плане, чтобы построить трубный завод, но и чтобы людям было туда сходить, на что посмотреть, как-то, не знаю, показать себя, может быть, в том числе. Ну, с одной стороны, Кулафон не противовставляет себя этим художникам, которые у нас представлены к теме, но и не причисляет себя к ним. Можно ответить, что для всех, наверное, современных художников, а у нас это, наверное, прежде всего инкредит, для них характерно какое-то политическое высказание. То же самое, наверное, можно видеть и в Москве и Питере, например, тут же Павленский, в общем-то и за границей, вот Дэнси, например, тоже это политически достаточно тема. Ну, тут есть два отличия. То есть, во-первых, у Акулов, у него это высказывание более такой компетизированное. То есть, если там люди просто говорят, там, не знаю, за демократию, за что-то еще, там, против войны, то здесь у нас такие вполне конкретные политические убеждения у Акулова. И второе, наверное, важное отличие в том, что Акулов — это плакат. То есть, что такое плакат? Плакат — это такое максимально простое, максимально доступное и, можно сказать, прямолинейное высказывание. Сейчас, конечно, плакат считается таким низким жанром, если посмотреть, но если какой-то историк будущего посмотрит на наш мир, то он придет выводу, наверное, неизбежному, что мы живем в эпоху плаката. Плакат — это основная форма, вообще, визуального искусства в мире сегодня. Но этот плакат, он посвящен, обычно, там, не левому движению или чему-то еще, а правило — это реклама, конечно. То есть, это Samsung, это, не знаю, Tide, это монетка и так далее. И вот здесь Акулов пытается так обратить вот эту вещь против самой системы, которая ее породила. Поставить, ну, так скажем, бороться с криптоизмом, характеристическими же методами. Ну, с другой стороны, это, наверное, не стоит, потому что мы слишком серьезно. Акулов, как-то, и сам не слишком серьезно к этому относится. Это видны и по тематике работ, да, и по такой грубоватой, наверное, отделке. Ну, я не знаю, на самом деле, что еще сказать про Акулов. Может, какие-то вопросы у кого-то есть? Нет? Это всегда не Акулов. Ну да, Акулов, он как Казьмак Крутков, в общем. Ну, то есть, да, получается, вот такой образ, собранный несколькими грязьми, в частности. Наверное, на веселье. Да. А почему именно Акулов? Да, это имеет свою историю, на самом деле. В прошлом году мы с Сергеем проводили мероприятие на знание «Стихи против денег» в Екатеринбурге. Это было там писателей. И мы хотели сделать мероприятие, которое было бы тоже посвящено такой капиталистической теме, чтобы, не знаю, пришли юные паряты с горящими сердцами, прошли тексты, посвященные тому, как плохо жить про капитализм и что-нибудь про деньги. И в рамках этого же мероприятия мы делали выставку плакатов, коллажей, чего-то еще. И мы думаем, ну, кого выставлять? Потому что, ну, нет таких работ, и решили, что, ну, а если нарисовать плакат с вот такой вот тематикой? Ну, кто же его нарисует? Это же не будут организаторы этого мероприятия. Нужен какой-то еще персонаж. И вот так появился Семен Акулов. Но его имя, если вопрос был уже не в этом, его имя было посвящено из книги Алексея Цветкова. Кажется, это было «С пятно», да? Ну, то есть это был сборник «Король утопленников», где его проза размещена от самых коротких произведений Александра Длина. И там в одном из произведений был очень гротескный персонаж Семен Акулов, который, не знаю, умер давным-давно за границей, но молодому переводчику, ну, не очень модно, я уже не помню сюжету, поручает перевести его тексты. А тексты — это сплошная кардиограмма, ничего понятного там нет. Но ему рассказывают, что при жизни Семен Акулов был таким-то и таким-то, не знаю, что он кидался золотом в голубей, потому что хотел дать им богатство. И мы посчитали, что именно, наверное, этот человек должен перевести в какую-то реальную жизнь и заняться такими вот антикапиталистическими плакатами, создавать вот такие вот странные, спорные вещи. Конечно, мы сначала хотели, чтобы вместо этих фальшивых денег были совершенно настоящие деньги, но мы не обладали такой большой суммой для наших творений, поэтому на свою очередь распечатали на самом деле любые деньги продаются за вполне скорые деньги. Хотя на них стоит незаметка, что они платежеспособны, поэтому... Но они идеальны только для коллажей. Вот. Ну, может быть, в будущем мы когда-нибудь делаем коллаж с настоящими деньгами? Да, в будущем мы сделаем коллажей с настоящими деньгами. Когда вот скуплены в той самой красной коробочке, так что... Непременно оставляйте свои мелочи, пранкноты именно там и берите себе открытки. Там на другой стороне есть место для марки, адрес можно отправить куда угодно. Вот. Ещё какие-то вопросы? Да, ну вот у меня вопрос сразу, да. Ну, я не знаю, все, наверное, почти ещё не успели рассмотреть плакаты, да, на самом деле. Я думаю, что... Ну, сейчас все это сделают, но вот у меня уже была такая возможность. Как бы здесь всё про деньги, да, и про отрицание денег, да. То есть, ну, если это Маркс, да, то это, наверное, Маркс такой ранний, да, который думает о человеческой сущности, о подчуждении, там и так далее, то есть философский Маркс, да, а не поздний Маркс, а именно капитал. Почему всё-таки вы, значит, взяли для вашей выставки название «За капитал против капитализма», какое-то отношение имеет к капиталу, да, и вот почему вы решили вот именно, как бы, это такой вот моральный пафос, да, против, как бы, денег, да, такой романтический, вот, внести вашу работу? Ну, тут, на самом деле, два таких пласта работ представленных, то есть это работа прошлого года, да. Да, то есть это истины картины, которые были на сетях против денег, а вот здесь. А здесь вот как раз есть работы, которые посвящены капиталу Карла Маркса. Ну, визуально-то они, конечно, исходны, но, да, немножко разные по согласию. Ну, то есть, наверняка, многие искусствующие вопросы, что сейчас Алексей Цирков делает, как бы, такой свой сериал, посвященный капиталу, то есть он раз в неделю, там, или чуть чаще выкладывает какие-то, там, не знаю, части, предисловия, и для каждой из этих частей есть следующая картинка, то есть, на самом деле, к каждому из этих плакатов есть отсылка к тому или иному кусочку в тексте, там, не знаю, и терпение, и труд коммунизм не приведут, там еще складывается сна, то есть все это приплетено к той или иной части, выложено на основе, кажется. Да, я помню, когда Цирков сказал, что вот, может, какие-то художники откликнут это делать, и это... Да, и Семен Акулов, а заменец откликнулся. По-моему, и Семен Акулов был единственным, кто-то кликнул? Нет, там еще есть... Да, ты чего туда есть? Ну, а все-таки, вот, в чем... Ну, как бы, я, может быть, там, есть представление о том, что есть, там, какой-то, не знаю, теплый, как бы, марксизм такой, относящийся к раннему Марксу, да, где, по-моему, все такое, как бы, философское, да, есть поздний, там, зрелый Маркс, да, который пишут уже, как бы, там, проводят какие-то исследования, да, в которые чушь такого, вот, морального фактуса, да, вот, как бы, ну, а почему, почему, там, не лезть в деньги, да, почему, как бы, мачи и деньги, да, вот, почему это, вот, деньги, ну, это, как бы, почему вы, вы сами, да, не про Маркса, да, как бы, да, почему вы сами решили сделать такие плакаты, да? Ну, это, наверное, была попытка поиграть с образом, да, то есть, ну, понятно, что деньги это такая не очень понятная штука, да, казалось бы, это не бумажные, вот, это не электронные, и вот, все это вместе, оно образует какую-то непонятную кашу, и вот, хотелось именно поиграться с разными смыслами, да, что в деньгах можно утонуть, ну, если, там, не знаю, он утонул в деньгах и прочее, прочее, и вот мы стали сразу к этому подходить, да, что, там, что деньги могут сгореть, там, не знаю, или что-то еще такое, ну, конечно, это вылилось в какие-то очень жутковатые вещи, типа, там, плаката с толщим человечком, которые такое очень спорное рождает, наверное, восприятие, ну, в смысле, ощущение в голове, да, что берешь деньги, берешь фото, и, как бы, видно, что это не половой орган, да, как бы, скорее, это похоже на какую-то, там, не знаю, самую денежную сиську, вот, то есть, ну, попытка рассмотреть этот феномен с разных сторон и поиграть с его смыслами в какой-то такой кратической форме, это просто... Так сказать, что ли, показать абсурдность, вообще, от этого феномена, да, денег, с одной стороны, а с другой стороны, можно, как бы, по-разному это воспринимать. Ну, если коммерческая реклама тоже от вас требует, избавляетесь от денег, покупаете... Ну, это совершенно разные избавления, потому что коммерческая реклама стремится деньги притянуть к себе, ну, как бы, вот избавляетесь от денег, отдавайте их нам, а мы говорим, вообще избавляйтесь от денег, да, хватит уже быть в этой денежной порочной системе, пора из нее куда-нибудь выныривать, пора от нее отказаться, хватит их рожать и все остальные узыки, которые там перечисли. Вот, ну, это уже, наверное, да, какая-то немножко другая часть, то есть тут уже задаются вопрос, что это такое, и даже уже не конкретно к деньгам привязка, тут уже есть какие-то замахи на капитализм в принципе, то есть вот, деление на бедных и богатых, которые там находятся по-разному сторонам от какого-то условного диска, потому что они все еще плоские и прочее. Вот. Дострофы А внуто, если ты зайдешь там, на прогресс у нас сколько? По 3-е, да, по 3-е, да, по 4-е, да, по 5-е, да. Субтитры создавал DimaTorzok